всем привет с вами ваш переводчик асулхан меня только что выгнали из дома потому что я уже всех заколебал своим димашем и теперь я живу в машине а если честно дома идет ремонт и поэтому невозможно записать нормальное видео это опять реакция которая уже была на канале очень интересная это порталиканский продюсер и певец франциска замора и всемирно известный тенор джоэль при это смотрим говоря о китае как хорошо что вы затронули эту тему хосе карлос будь добр передай мне ноутбук так как я не верю в случайности и совпадения несколько лет назад я услышал и открыл для себя этого певца он из казахстана что граничит с китаем и неделю назад буквально неделю назад я загрузил видео с его выступлением в котором я делаю реакцию на его музыку я был сильно удивлен огромному количеству людей которые мне потом написали поэтому я не верю в случайности ты же помнишь как долго мы пытались сделать это интервью в общем и целом я хотел бы включить тебе его песню потому что я хочу послушать твое мнение лично я уже как бы готовченко и я хочу чтобы ты послушал этого парня и оценил его технику и вообще все что там происходит вот здесь слышал у него превосходное соединение потрясающий бас не правда ли да это впечатляющее там все так красочно и блестяще да очень красиво такой поразительный голос и и контроль и все так гармонично связано красиво и опять им поражает так свободно поет а колдова то бою а грудной голос грудной голоса на головной голос такое тонкое извлечение звука согласен для меня это звучит так же он сам себе хор и сам себе оркестр а только убил но не слушай слушай. Это уже был свистковый тон. Это даже для девушек высоко. А здесь у него получается такой голос. Похоже на что-то шаманское. Это же невероятно. Слушай. Блин, мы же все такие букашки. По сравнению с этим пришельцем, весь мир об этом кричит. В нем как будто... В нем как будто сидит еще четыре человека. Еще четыре голоса. Мы покажем тебе еще одно видео. Вот это я уже смотрел. И ты не первый человек, который говорит, что он инопланетянин. Сейчас я включу тебе еще одно видео, которое я сам еще не смотрел. Мне самому не терпится увидеть и послушать это. Песня называется... Аманат. Да? Аманат. Точно. Еще скажу, что он не совсем широкий паренек. И я всегда задаюсь вопросом, откуда в нем столько голоса. Я вообще без понятия. Мне кажется, это от природы. Также он обладает многими знаниями. Да, он очень образованный. Это новая песня. Я ее еще не слушал. Он всегда такой сосредоточенный. Слушай, слушай. И сама сцена такая прекрасная. Да он же... Он же вокальный художник. Ты думаешь? Да. Он сидя, как стоя поет. Мне кажется, что он не заморачивается с техникой. А просто как художник сидит и рисует. Для него музыка это все краски, 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 краски. Это все происходит на ментальном уровне. Очень сложно так петь. Ну, конечно. И это большой риск. А он всегда так поет. Меня удивляет его тональность. Она такая глубокая. Но при этом звучит так расслабленно. Даже когда он тянет. И это звучит так свободно. Уверен в том, что в этой песне будет что-то еще. У меня просто нет сомнений, что сейчас он взорвется. Только не это. Мне также нравится. У него такая поза для пения. Это то, о чем я хотел сказать. Он в сидячем положении. И ладно бы, если бы он сидел в кресле. Но он сидит со скрещенными под собой ногами. А вот сейчас что-то будет. Это какое-то безумие. Вот так петь и не напрягаться. Давайте закончим. А то я сейчас тут разрыдаюсь. Что меня в нем еще удивляет, так это то, как он так с грудного голоса переходит в фальцет. Что даже не заметишь это. Потому что он не выдавливает свой грудной голос. Хотя это очень весомый голос. И получается, что его резонанс свободен. В действительности у него нет определенной верхней или нижней позиции. Это как постоянно иметь доступ к разным голосам. Отсюда и такие глубокие частоты. Для него это проще простого. И поэтому он делает это без особых усилий. Для него это не вертикаль снизу-вверх. Это что-то вроде пения на одном горизонтальном уровне. Джаэль, Жанам Соу. Ты единственный, кто хоть как-то мне это объяснил. Потому что когда я смотрю на это, в моем случае я опираюсь на свой опыт. И это сложно для меня перейти с грудного голоса на низкий голос и на фальцет. Я знаю, что многое зависит от самого голоса. Какая краска, тон и куча других факторов. Но единственное, что я знаю точно, что для этого нужно обладать железной дисциплиной и бесконечно тренироваться. Или он просто понял что-то, что по сути нет ни верха, ни низа. Он будто взял и уравнял эти два понятия, оставляя голос на одном месте. И делает все, что нужно всем своим телом так, чтобы все стороны оставались устойчивыми. Я снимаю шляпу перед этим человеком. Он делает непостижимые вещи. Если послушать объяснение того, как поет Димаш, точнее попытки объяснения того, как он это делает, то чисто по моему мнению Джоэль, мне кажется, попал максимально точно и сказал как можно ближе к правде. Я думаю, Димаш, когда поет, он не думает, в каком он на регистре это делает, как он делает эти переходы с одного голоса в другой. Он не заморачивается. Мне кажется, все это происходит чисто на ментальном уровне. То есть, он хочет так петь и он так поет. Всем спасибо за внимание. Эта реакция уже была давно на канале. И честно, мне кажется, мне хочется сказать спасибо Ютубу, что удалил все мои видео и теперь я их пересматриваю. И это как что-то новое для меня, как будто кто-то другой для меня это перевел, потому что я не помню уже все эти слова и я заново переживаю все эти моменты. Спасибо тебе, Ютуб. Спасибо всем вам. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok